Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Комментарии, упоминания, так сказать, повторения, мать учения. Приходят люди, Волфин, 17-10, 2 часа назад, и чизка печени, чизка, жёстко, мягко, или... И вот все те же самые какие-то вопросы, то, что уже было давным, давно разобрано, разжёвано и рассказано. И вот данное просто видео или комментарий я просто-напросто использую как повод для очередного видосика запилить, чтобы вам кое-что напомнить. Я не зря вам вот то, кого слушать, напомнил лишний раз, кого слушать. Плюс я сделал заставку, где я делаю то, сё, пятое, десятое, и вы можете, знаете, сразу смотреть. Заходят люди, естественно, ничего не знают, не подготовленные. И можете ли ответить, пожалуйста, на мой вопрос? Когда я объяснил ваш вид чистки печени одному медику, мой, мой вариант чистки печени, представляете, я очень польщен вообще-то. Он сказал, что якобы эти камни, которые выходят, они не из самой печени, а образуются из желчи, которая выходит при чистке. Так ли это? Уже же разбиралось всё это. Вы набираете плейлист чистки организма, и вот там-то вот эти чистки все разбираются, и про эти камни, и что там выходит, не выходит. А вообще-то, вообще-то, вот вы задаёте мне вопрос такой, да, медик одно сказал, я со своей чисткой другое сказал. А вы берёте, да лишний раз проверите. Вот в своё время, когда мне сообщили о чистке печени, пейте масло, пейте этот лимонный сок, и у вас грелочку прикладывают ещё, и пойдут камушки. А я взял вот большую медицинскую энциклопедию, да, поинтересовался, что там, как это печень, что это работает, как это работает. И всё это изложил. Плюс это ещё дополнительно прочитал. То есть, ответ уже дан. 4100 видосов. Вот, знаете, как в мусоре копайтесь и ищите то, что вам надо. Зерно выбирайте своё. Если вы не желаете так своей головой думать, сопоставлять, смотреть. И ещё я хочу сказать. Если вы в этом плане над собой не работаете, вам лучше вот за это всё не браться. Толку не будет. Сколько людей занимаются спортом, а чемпионы единицы. И эти чемпионы становятся единицами тогда, когда они самостоятельно задумываются, мыслят, исследуют. Так во всех отраслях. Так ли это? Якобы они образуются вне печени, но у меня сомнение, как пластилиноподобный камень или твёрдый камень может образоваться за день в кишечнике. Ну вот и объясните себе. Может или не может? Поясните, если можно, этот минус. Спасибо. Я ответил. Почему бы вам не посмотреть подобное объяснение? Плейлист чистки организма. Подробное, знаете, поступили, что медики говорят, что вот так вот опыт делается, масло с лимонным соком, образуются эти камни. И я всё это дело разобрал. Далее. А где можно посмотреть объяснение? То есть вы знаете, вы своё время или цените, а чужое время и не хотите ценить. Я говорю, я вот этот просто комментарий использую для того, чтобы очередной видосик запилить и ещё раз вам напомнить кое-какие истины о том, что если нет самостоятельной творческой работы, то ничего у вас и не будет. Я открою вам большую тайну. Вот знаете, вот медицина, она пытается всё стандартизировать, что это вот так, это вот так и так далее. Даже одни и те же болезни, даже вот эти инфекционные там болезни, типа гарифа, там, оспы, ещё чего-то, ещё чего-то, они у разных людей протекают по-разному. А более того, если хронические болезни взять, то хронические болезни человек, тоже, допустим, сахарный диабет, тоже гипертонию там, а другие, он зарабатывает их сумму. Это сугубо индивидуальным путём. И поэтому сугубо индивидуальным путём надо подходить к собственному здоровью, исследовать, откуда это у вас появилось и как это прекратить, понять причинно-следственный ряд. А не то, что у вас тут, ага, появилось это, такая, раз, заделали, да, и всё, не залгав. Так, значит, где можно посмотреть объяснение? И ещё один момент. Врач говорит, что якобы камни не могут пройти, так как протоки слишком маленькие. Они могут расширяться до величины камня? Спасибо. Всё это было объяснено. Опять-таки, я эти вопросы задавал самому себе, дабы ответить. Не вам отвечать, а самому себе. И всё это описал, и всё это разжевал. Эээ, на что я ответил, смотрите, всё уже давным-давно рассказано. И не раз, и причём очень и очень подробно. Перейдём дальше. Вот на сода листы, видосик Натали, 734-02, написала, а как её пить от паразита? Я так понимаю, соду. Клизма только на прямой кишке идёт, а они в 12-бёрзанной живут. Ну, вот опять-таки, ответьте себе, как её пить или не пить, что она там будет делать, как она делает, насколько это всё это. Клизма эта делается, или ваннами, или ещё как-то. Как достать этих паразитов, для того, чтобы их вывести? Про эту соду уже говорилось очень и очень. Так, дальше. Одна Ирина Еременко. Клизма дневник 1.3 эффект. Чищу кишечник солёной водой. Две чайные ложки хорошей соли на 2 литра воды. Пью каждые 10 минут. После идеально сделать травяную или любую клизму. Ещё лучше поголодать в этот день или хотя бы посыроить. Что вы скажете, Генерал Петрович, за такую процедуру? Ну, пробуйте. Ещё разок. Я вам говорю, что человек наживает свои болячки строго и сугубо индивидуально. И поэтому и избавляться от них тоже строго индивидуально. Для одного солёная вода там подойдёт, он сделает нормально всё у него. А другого она не подойдёт, у него может быть отёк там. Изучайте свой организм. Применяйте. Следующий вопрос. Тамоосновной. Ну, примерно так. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за ваш колоссальный вклад в просвещение людей. Скажите, пожалуйста, как называются эти старые учебники? Можно ли их где-нибудь найти и купить? При канале есть библиотека. Там всё бесплатно. Надо ещё вот владеть вот этим вот интернетом, владеть ютубом, владеть каналом. Тут, знаете, как в библиотеке. Всё поделено по вот этим плейлистам. То есть плейлист тема. Очищение организма, питание, голодание. И вы всё это можете найти и легко и просто, значит, посмотреть, что вас интересует. Плюс ещё книги. Я надиктовал. Плюс ссылка идёт практически в начале каждого видоса, что библиотека есть. Вот ссылка, по которой вы можете пройти. Библиотека лично авторская. И посмотреть. Вот примерно такой же вопрос по чистке печени. Вот вопросы по чистке печени. От пользователя юзер NU9DU3RP8S. Изменено. Подскажите, пожалуйста, решила сделать чистку печени с оливковым маслом и лимоном. Три дня готовилась вечером в тёплые ванны. Правильно, хорошо. Чтобы прогреть организм и сделать текучим желчь. Все три дня только на растительной пище плюс свекульный яблочный сок. Правильно. День чистки держала долго горелку на области печени. Правильно. Вечером выпало примерно 200 граммов масла и сока. Причём последние порции втолкнулся я уже с трудом. Ну, особо не вталкивайте себя эти порции с трудом, чтобы действительно не было работы. Ну, вот чувствуете, что дальше не идёт. Не надо насиловать свой организм. Опять-таки, вот эти вот все дозировки, это на какого-то теоретического среднего человека. Допустим, для меня это даже может быть мало. Я вешу сейчас практически 110 килограммов. А для человека с массой тела 50 килограммов это будет очень много. Сделал это примерно в 8 вечера. И утром часов в 5 меня просто вырвало всем этим маслом и соком. То есть, не прошло туда дальше. То есть, какая-то пробка, какая-то пробка. То есть, для того, чтобы чистка получилась, с желудка всё это должно пройти в нижележащие отделы. То есть, 12-спёрстную кишку в тонкую кишку, на неё должна выделиться желчь. То есть, вот и прослабить. А раз вырвало, значит, что? Значит, произошла чистка. Рвота чистится. Лёгкие носоглотка. Вверх чистится. Это важно понимать. Что делает рвота? Рвота, оказывается, чистит. Не просто это рвота. Помимо того, что выбросилась. Чистится, значит, желудок. Чистится лёгкие. А вот почему она дальше не прошла? То есть, здесь прошло около 9 часов. Причём в рвоте ничего не было. Просто прозрачная жидкость. Не прошло. Далее всё. Стул обычный и весь день подташнивает. Подташнивает, это говорит о том, что вот какая-то проблема с желудком. Ну, больше с желудком. Что-то там такое. Что я сделал не так, не пойму. Хочу добавить мой вес примерно 63-65 килограмм. Может, 200 грамм было многовато. Нет, всё было нормально. Тем более, если всё это вы выпили, это у вас там, так сказать, находилось сколько там? 9 часов. И не получилось. Так вот, разбирался вопрос. А почему чистка печени не получается? И вот как раз есть видосы об Эдуарде. Я обещал вам рассказать, вернее представить целую эпопею оздоровления Эдуарда. И хорошо всё было бы выстроить в таком хронологическом порядке. Это как раз как он там голодал. Но до этого, до этого, как раз разбирается, он много раз пытался почистить печень. И неудача. Почему? Да потому что была слизистая пробка в районе кишечника. И ничего туда не проходило. Ничего не получалось. И как только вот эту вот пробочку потихонечку расчистили, чистка печени сразу же получилась. То есть вопрос был задан, почему это не получилось. Внятный ответ, более того, видео со всей этой слизью. Такой же вопрос. Кто такой Эдуард и где увидеть это видео? На канале это увидите. Вот вы и смотрите. Что ж я за вас буду смотреть?